Переходим с вами к глазам. Очень важный момент, просто очень важно. У вас должна быть тень-основа. Обычно это светлая тень. Закрашиваем этой тенью все подвижное веко от ресниц до брови. Вот все вот это пространство от брови до ресниц вы закрашиваете светлой тенью. Также прокрашиваете внешний край глаза. У нас здесь есть такая линия темная, которая идет вниз. Вот ее закрашиваем обязательно. Под глазом, под ресничками закрашиваем обязательно, потому что там тоже остается темная линия. Вам хорошо, вы обязательно прокрашиваете переносицу, да, вот здесь, чтобы убрать глубину. И получается, что мы весь глаз от брови до ресниц прокрашиваем и снизу тоже слегка прокрашиваем, выравниваем. И тень-основа, она служит подложкой для нанесения уже более темных, более ярких теней. И тогда вам будет легко растушевывать. Уже цвет, когда вы будете добавлять, будет легко растушевывать. И не будет грязи на глазах, потому что если не использовать вот эту тень-основу, то более темные цвета, они будут неравномерно ложиться и будут как бы рваные края. И вам сложно будет их хорошо растушевать. Поэтому вот эта тень-основа, она основа макияжа для глаз. Вот, основа-основа. И обязательно должна быть, то есть это может быть вот тень, да, телесного цвета. Если нету никакой тени, есть пудра, берете пудру, потому что она тоже телесного цвета, она может быть как тень-основа для вас. Если у вас компактная рассыпчатая пудра, то есть вот все, что светлое и пудр, какое сухое, да, как пудра, вот, то вы наносите на глаза от ресниц до брови, вот все-все это закрашиваем. Значит, следующая тень, тоже очень важная тень, это тень-контур. Вот, эту тень лучше наносить другой кисточкой. Вот такой можно, есть вот такие кисточки скошенные. Здесь есть своя схема. То есть вот этой более темной тенью вы как бы рисуете ваше подвижное веко. И вы рисуете там, где хотите. Вообще подвижное веко там, где у вас складка века. Найдите самую высокую точку складки века. Вот найдите, где она у вас. И проведите от этой точки горизонтальную линию. Вот так вот, да, оптически. Потом, помните нашу линию от ноздрей через внешний край глаза. Вот эта линия сейчас будет тоже архиважной при нарисовании тени-контура. Вот за эту линию диагональную темные тени не заходят. Если вы зайдете за эту линию, у вас глаз станет грустным, он упадет вниз. Вот, и как вы видите на схеме, да, справа, где глаз закрыт, там линия диагональная, эта линия есть. Вот за нее не заходите, иначе будет грустный глаз. Вот, и у вас теперь есть две линии. Одна линия диагональ, да, от ноздрей через внешний край глаза. Вторая линия горизонтальная, которая идет от вашей высокой точки складки века. И вот они пересекаются, эти две линии. И у вас получается треугольничек. И вот этот треугольничек вы закрашиваете темной тенью и идете от виска к носу. Закрашиваете вот в эту сторону. Не от носа к виску, а от виска к носу. Отлично. И смотрите сейчас на схему. У вас, вы видите, два глаза, да. Один открытый глаз, другой закрытый. И сейчас смотрите на закрытый глаз. И мы наносим, вот оно ориентировочно, как буковка Ви, вот таким образом, да. Не переходя через диагональную линию. И в итоге мы приподнимаем край складки века, который падает вниз, да, у нас. Когда идет к виску, оно вниз падает. Мы ее как бы оптически приподнимаем. Вот, и за счет этого глаз становится больше, более и выразительнее. И когда вы посмотрите на схему, когда глаз открыт, да, то вот идет такой эффект облегкой тени, упавшей на глаз. Вот сейчас у нас задача добиться вот этого эффекта. Как только вы руку набьете, потом можно уже будет делать разные типы макияжа. А сейчас мы берем вот самую основу, чтобы вы могли легко вот этот тень-контур делать так, чтобы он украшал ваш глаз, да, чтобы глаз раскрывался. Вот, и обязательно хорошая растушевка. Вот здесь хорошая растушевка, она архиважна, архиважна, чтобы вот реально как бы легкая тень упала на глаз. Следующий слайд, где-то тень-акцент. Тут уже готовая тень-контур, видите, она хорошо уже растушевана, и она такая легкая. Вот, и внизу, нижний глаз слева, там тоже тень-контур, как легкая тень, видите? И третий цвет, который тоже очень важно отработать, это тень-акцент. Или мы можем использовать карандаш. Карандаш или айлайнер. То есть тут вот уже идет очень яркая тень или яркий цвет. И здесь не обязательно растушевывать, то есть здесь уже рисуем линию. Вы сейчас будете рисовать линию до середины глаза. Так, рисуем от виска к носу. Все наоборот, да, от виска к носу. И как бы в середине глаза оно на нет сходит. Очень важно подбирать карандаши для глаз более жирные. Тогда они будут хорошо, легко скользить по тени, будут рисовать. Вот, потом их нужно будет слегка промахнуть салфеткой, чтобы они не пачкали само веко. Теперь, смотрите, чтобы глаз завершить, нужно прокрасить ресницы. Ресницы вы можете красить двумя. Есть два способа. Прокрашивать вот как они растут, да, вот так вот ровненько, да, они растут. И второй вариант – оттягивать ресницы в сторону. Смотрите на меня. Вот так, в сторону оттягивать ресницы. Получится тогда такой загадочный глаз и такой восточный вариант. Чтобы удлинить ресницы, вы можете сделать эффект нарущенных ресниц с помощью туши. Нанесли, да, тонкий слой, она подсохла. Опять нанесли тонкий слой, она подсохла. И так постепенно у вас будут ресницы удлиняться. Вот, будет эффект нарущенных ресниц. Продолжение следует...